всем привет на связи борис скалов сайт виза сам . давайте я вам расскажу в этом видео какая погода на гуа летом то есть в июне в июле в августе сейчас стоит ли сюда ехать если вы вдруг поехали что здесь делать надо ну летом власть сезон дождей прежде чем смотреть это видео не забудьте подписаться на наш канал поставить лайк нажмите колокольчик чтобы получать уведомления о всех видео так как я записываю все вместо событий вот как видите я сижу в гуа в кафе блюсе а вью между ромбой и мумантром смотрите в год летом сезон дождей ну и обычно сюда люди не едут обычно предпочитают отдыхать где-то с октября по середину мая а потом различие разъезжаются вот как раз многие зимовщики именно в это время и уезжают из гуа где-то начинают в апреле кто не хочет лететь в россию едут например здесь на север и дар салам решекеш в манале либо кто-то на балю и летают но в другие страны где по прохладе смотрите здесь начинается сезон дождей например вот дождин вот я сижу конец апреля начало мая пока еще солнышко можно отдыхать все нормально где-то середины мая вот так начинаются идти уже дожди но это не проливные дожди вот давайте я вам сразу по месяцам расскажу второй плане мая где-то они начинают то есть дождь может идти может не идти но это не на целый день такая же погода продолжается в июне летом в гуа начинается вот такой сезон дождей дожди льют смотрите он они силен он буквально льет там от 30 40 минут потом можно ехать но большая влажность в это время кстати место и закрывает вот так вот тентами от дождей вот эти зеленые тенты от дождей чтобы не сильно испортить дома так как есть в том числе и хорошее жилье в гуа то есть где-то днем это июнь самый жаркий месяц вообще в городе тридцать один тридцать пять градусов в нем вещи может 27 28 быть и уже идти дожди то есть например день идет дождение ну тут целыми сутками они еще не идут вот где-то в конце мая в первой половине июня обычно они могут пройти с утра ну вот допустим сегодня ночью была гроза от ребят в группу уже даже не видел с утра было пасмурно днем как видите ничего это может быть уже вечером то есть часто дождь может быть вот я еду на закате например вечером но такого что в целом и сутками шли дожди в июне еще такого нету второй плане мая в начале июня очень жарко поэтому очень жарко что еще вот погода не становится такой пасмурный дождливый нету прохлада тридцать один тридцать пять днем 26 28 ой ночью 26 28 море очень теплая тоже где 20 30 градусов 29 30 то есть ну прям вы заходите как будто ну не освежает становится уже больше волн достаточно то есть принципе некомфортная погода для отдых но если очень сильно хочется совсем уж то мой вот что в это время прикольно очень могут быть дешевый прям цены дешевый 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 с нашли дешевый цены я сыну возможно попробуйте и поехать хотя уже многие кафе закрываются вот кафе начинают закрываться в апреле вот они в апреле уже сначала вот я сижу одно кафе закрылась среди апреля другое 3 закрылась кафе в апреле вот например мою любимую кафе кинара говорят что он закроется как раз будет работать до июнь то есть уже здесь все мало что будет работать но есть конечно заведению тот же футболе например в арамболе ну и в других местах которые работают весь сезон раньше я вот уезжал всегда сейчас вот я нахожусь здесь в апреле в начале мая то же самое если вы вдруг решите находиться в июне очень жарко с утра то есть например на море с утра или вечером днем на на жаре если нет до дождик очень жар но индусы любят приезжать май июль почему потому что начинается дождик они любят тепло дождик еще небольшие ну не ривни такие которые делают невозможным ехать все здесь в грязь в грязи но становится затруднительным проезд на байках не совсем комфортно ехать хоть так как но на мелких например дорогах будут лужи будете ехать по грязи поэтому но в мунсун здесь и мало кто остается денег это прохлада прикольно и весело ну честно я не советую это время для отдыха в гуа но многие люди остаются здесь на мунсун потому что очень дешевое жилье жилье начинает дешеветь где-то с апреля вот если уже вы договариваться в апреле она становится дешевле середина апреля еще дешевле мая еще дешевле и самый дешевый жилье летом но если сразу скажу в июле в августе здесь проливные дожди погода ставится прохладе но идут дожди ну мало что работы туристов нету купаться нельзя море грязные волны штормы по самый дождевый месяц это максимальный июль ну местные обычно все сидят дома смотрят голливудские фильмы телевизор но не всегда еще удастся посмотреть потому что летом здесь еще часто вырубаются электричество проблемы с электричеством следствием вай-фай интернет если вы решите жить летом здесь но из-за того что дешево не хочется ехать там в россию еще куда то чтобы я вам рекомендовал первых сразу торгуете снижайте цену на аренду байка на аренду жалеет вполне здесь вполне доступно вполне реально но если вы хотите жить в комфортных условиях я рекомендую но многие перебираются именно допустим вся ли им то есть какой-то который спал подальше от моря кто-то даже панаджи в столице живет то есть подальше но уже там например какие-то курорты морджи более большой то есть например в кириме ну в работе конечно можно жить но все же мало кафе что работает хотя бы в мандра вот люди переезжают то есть более крупные населенные пункты где меньше проблем со светом с электричеством с вай-фаем вам нужна стиральная машина обязательно нужен кондиционер я не представляю как жить без кондиционера без поэтому снимайте жилье с кондиционером вот ими хорошее жилье она может и не падать а наоборот его искать так как его ну не сильно много допустим всялими в панаджи гораздо больше найдете в мандрами в комнате в аромболе жилье с кондиционером ну допустим чтобы вас был запасной генератор электричества если она вырубает чтобы летом особенно в июле может и на день там не быть света ну вот люди говорят работал что он там пару дней не было света запасной генератор электричества стабилизатор напряжения чтобы у вас там станет не вырубал свет не вырубалась техника компьютеры ноутбуки если вы вдруг поехали отдыхать в это время каец мая 1 половину июня выбирайте классный отель с кондиционером с бассейном чтобы если что вы просто могли в отеле ну допустим выведет дождик 23 часа вы посидели в отеле потом поехали погулять но что вот местным здесь еще нравится кто здесь зимует нет туристов тихо спокойно очень классной природы когда начинаются дожди прям начинает все зеленеть как рассветок прям яркой сочной природы особенно если вы куда-то выезжаете допустим когда нет дождика прямо очень все хвалили кто здесь живет в мунсун они в это время наслаждаются именно природу дожди как я вам уже говорил идут все лето но вот например если вы еще заставили допустим осень какой-нибудь октябрь когда дожди только прошли с переменным успехом то идут то не идут то вы можете увидеть потрясающую сочную природу как будто там доминикане на кубе все цветет зеленый чтобы я вам рекомендовал еще первое время будьте аккуратны везде на байках дороги грязные дороги разумную становится грязь на дорогах аккуратнее водите байт если вы решили поехали как туристами огарину если уж совсем хочется если уж но именно в гуа то берите хотя бы там с собой какую-то ветровочку потому что будут дожди может в это время на байке придется ездить вот например конец апреля ехал тоже дождик очень прохладно то есть прям поливает холодно когда например дождик идет ветер и едешь домой без одежды в футболке а также я говорю вам рекомендовал прям в индию если вы хотите поехать очень многие люди едут на север дар салам горы решикеш манали очень красивый гималай то есть очень красивая природа вот именно горные озера нет моря но именно прохладно классно комфортно красивую природу садь я бы вам рекомендовал их не было если вы хотите а именно многие вот у нас заказывать визы именно едут ну не в бане в кералу где вот идут дожди и мансун не на морские курорты а именно в горы манали решикеш вот я вам рассказал все что знаю если вам понравилось это видео ставьте лайк подписывайтесь на наш канал да если вам нужна какая-то консультацию платные пожалуйста обращайтесь ко мне дам контакт ну только сразу скажу только бесплатный видео вот смотрите я отвечаю на вопросы статьи на сайте все пишу бесплатно что там подсказать составить маршрут по аренде жилья в гоа ну там подробности прочитайте от 40 долларов я могу вас лично проконсультировать ну все всем пока с вами был борис искалов сайт виза сам точка ров не забудьте поставить лайк подписаться на наш канал здесь я видео даю токс места событий вся честная правдивая информация и до встречи следующих видео пока пока